Добрый день, дамы и господа, меня зовут Алексей Талалаев. Сегодня я прочту пятую статью об учении Иисуса Христа, написанную Львом Николаевичем Толстым. И все яснее и яснее толковал Иисус свое учение. И один раз, когда собралось к Нему много народу, Он стал говорить народу о том, как надо жить людям для того, чтобы пришло Царство Божие. Он говорил, что Царство Божие совсем другое, чем Царства Мирские. В Царство Божие войдут не гордые и не богатые. Гордые и богатые царствуют теперь. Они теперь веселятся и теперь их все хвалят и уважают. Но покуда они будут гордыми и богатыми, в их душе не будет Царство Божие. Не войдут они в Царство Божие. Войдут в Царство Божие не гордые, а смиренные, не богатые, а нищие. Но войдут в царство Бога смиренные нищие только тогда, когда они будут смиренными нищими не от того, что они не сумели сделаться славными и богатыми, а от того, что они не хотели грешить, чтобы стать знатными и богатыми. И потому, прежде всего, Одно на свете нужно – это быть в царстве Божием. Ищите царство Божие, правда его, и все, что вам нужно, будет у вас. И не думайте, что я учу чему-нибудь новому. Я учу тому же, чему учили вас все мудрецы и святые люди. Я учу только тому, как исполнять то, чему они научили. А чтобы исполнять то, чему они научили, надо соблюдать заповеди Божьи. Не говорить только про них, как говорят ложные учителя, а исполнять их. Потому, что только тот, кто исполняет заповеди Божьи и примером своим научает и других исполнить их, только тот войдет в царство небесное. Дальше приведены Матфея и Лука из Евангелия, из статьи, номера и вопросы. Чем отличается царство Божие от царства мирских? Какими должны быть люди, чтобы войти в царство Божие? А чему учил Иисус? Спасибо.